Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяца. И первая карта для вас, мои дорогие, карта Паш Пентакли. Начинание чего-то новой в вашей жизни. Знаете, здесь может касаться то, что вы начинаете какую-то новую работу, или здесь начинание каких-то новых отношений, но здесь могут быть, если касаться отношений, эти отношения пока ни к чему не проведут. Пока они как бы... Что-то может быть, какие-то переписки, какие-то разговоры, но пока никакие действия так всерьез. Здесь для некоторых, я еще скажу, если кто-то хотят что-то купить, здесь как бы дается вот январь месяца, вот именно возможность будет она. Но смотрите аккуратно, потому что... Сейчас мы посмотрим дальше, потому что здесь подсказка то, что пока в январь месяце как бы не нужно это делать. Давайте посмотрим следующая карта, что касается тройка кубка. Здесь может быть то, что вас кто-то приглашат на какие-то праздники. Здесь может быть то, что вам нужно вот именно поехать в начале января на каких-то, ну там день рождения какие-то, или праздники. Здесь нужно как бы радоваться, может даже купить себе какой-то подарок, даже это небольшой подарок. Но здесь как будто подсказка наполнять себе, вот наполнять новое что-то в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Это у нас шестерка мечей. Знаете, здесь может касаться от каких-то поездок, но и сейчас скажу такое. То, что вы уходите от какой-то вашей состоянии, из вашей жизни, это однозначно. В какое состояние вы будете приплывать, или что вы дальше будете предпринимать, все зависит от вас. Но то, что у вас уходит что-то старое из вашей жизни, и начало чего-то новое, это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что у нас. Это туз мечей. А почему происходит? Потому что вы на середине месяца четко осознаете, что вы обрубаете что-то из вашей жизни. То, что вы что-то уберете из вашей жизни, когда для вас это не приносит удовольствие, для вас это не приносит никакой радости. Вы просто, знаете, даже на середине месяца высшие силы дают эту возможность, и вы сами что-то как бы убрали из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это карта четверка мечей. Однозначно, если вам нужно поехать куда-то отдохнуть, едите. Потому что здесь вам нужно вот именно тоже в середину, чтобы вы отдохнули больше. Может какие-то, знаете, здесь может отдох, то, что куда-то поехать, а просто дома попить чай и что-то вот смотреть, то, что какой-то музыка, чтобы вы пришли с себя, чтобы вы пришли, знаете, как новая ваша энергия, как человека, чтобы вы начали что-то, какие-то изменения, именно как себя, как человека. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие. Это карта у нас шестерка мечей. Шестерка мечей, знаете, у вас идет вот именно в середине, то, что может пауза происходит из-за того, что вы вспоминаете то, что у вас в прошлом было что-то красивое. То, может быть, те отношения, когда вы любили. Может были то, та работа, когда вам нравилось, но нужно по каким-то обстоятельствам, может здесь по обстоятельствам здоровья уйти. Здесь как будто вот в середине месяца вы вспоминаете что-то из вашей прошлой. Может для некоторых здесь может быть то, что вспоминает вот свои родные края и могут решается поехать вот какую-то поездку. И здесь уже у них как бы вот точно вот решение, что они хотят после какого-то отпуска поехать вот именно в тех местах, где вы родились, где вы провели вот именно ваше детство. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Пятерка мечей. Знаете, может вы хотите поехать, но у вас есть какой-то страх. У вас есть, знаете, вы стоите на страже порядка, хотя, знаете, вот в конец месяца проблем никаких я у вас не вижу. Но вы все-таки боитесь какие-то действия вот сделать, какие-то шаги. Здесь просто нужно убрать ваши страхи, убрать ваша неуверенность, что у вас что-то может не получаться. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Восьмерка кубков. Вы знаете, вот там, где вы сейчас находитесь, вот в январь месяца вы захотите все оставить и уехать. Вот все бросить, вот даже эта работа, даже это то, что там, вы захотите куда-то поехать. Я здесь могу сказать так, может здесь вы хотите уехать, вот вы хотите все, но здесь нужно пока решить. Здесь даже если хотите поехать в ваших родных краях, здесь не нужно бояться. Здесь нужно просто брать и сделать этот шаг, то, что вы полетите или в другом городе, где-то к родственникам. Давайте посмотрим следующая карта. Карта совета, что вам высшие силы советуют, вам, мои дорогие. Королева Пентакли. Ваша стабильность есть. Ваша стабильность есть. Вы правильно можете осознать, что вы должны делать. Здесь все зависит от вас. Все зависит от каких вот, знаете, если вы решите поехать, у вас это получится. Если вы решите, знаете, что-то себе купить, вы это сделаете. Самое главное, здесь может для некоторых, я тоже как предупреждение, будьте аккуратны, вот именно по здоровью, потому что здесь может быть какие-то проблемы, вот именно со здоровьем, вот в конец января. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будет больше расклада финансов.